Это было в мае 1918 года. Они вышли с двумя небольшими чемоданами вот на это крыльцо. И в последний раз посмотрели на дом, где жили без малого 10 лет. Здесь они любили друг друга и были счастливы, как может быть уже никогда не будут. Здесь оставались все их мечты и надежды. И как-то он добрался до товарища Ленина. Вы голову не видели? Какую квартиру желаете? Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов. 14 мая 1918 года на стол начальника Самарского губернского комитета внутренних дел легло заявление следующего содержания. Прошу комиссариат выдать мне и моей жене Ольге Александровне с дочерью Натальей Сергеевной разрешение на право выезда в Москву и Петроград и обратно с целью совета с докторами о моем здоровье. Причем сопровождать меня необходимо, что видно из докторского свидетельства. Прочитав заявление, комиссар скривился. Болеть изволит товарищ буржуй. Ну-ну, пускай посоветуется с докторами о своем здоровье. Мы ему препятствий чинить не будем. Комиссар прекрасно помнил, как в декабре прошлого года, когда товарищ буржуй был арестован и посажен в тюрьму, личное указание освободить его, как человека лояльного к новой власти, дал сам Ленин. Что ж, пускай полечит свои нервишки. Комиссар подошел к окну и посмотрел на улицу, на которой еще год-два назад никто и подумать не мог, что сам Пермяков будет умолять выдать ему разрешение на отъезд из Самары. Комиссар подошел опять к столу, взял перо, макнул в чернильницу и размашистым почерком написал на заявлении всего лишь одно слово – выдать. Пускай полечит. И как это он добрался до самого товарища Ленина? А до товарища Ленина добрался не он. Да и мог ли он добраться до него из Самарских крестов, как называли тюрьму, построенную на пересечении Ильинской и Полевой поперечной. Оттуда не то, что до товарища Ленина, но и до тех, кто здесь, совсем рядом. Не доберешься и не докричишься. Он и не надеялся. Добралась жена, которая с большим трудом через известного большевика Цурюпу, которого ее муж дважды прятал от жандармов на своей даче, добралась до Ленина и добилась того, чтобы он распорядился освободить ее мужа. Так Пермяков оказался на свободе. А теперь вместе с женой Ольгой Александровной и дочерью Наташей Натальей Сергеевной он покидал город, в котором прожил больше 30 лет, женился, стал отцом. Город, который он успел полюбить и которому старался быть полезен. Но ничего не поделаешь. Надо ехать. Пермяковы постояли на крыльце, повздыхали, сели в коляску и уехали на вокзал. Сергей Ефремович Пермяков родился в Казани. Там же окончил Казанский императорский университет. И во второй половине 1880-х годов переехал в Самару, где помимо своей основной торговой деятельности сразу же включился в общественную работу и на протяжении многих лет избирался почетным мировой судьей по Самарскому уезду. Впрочем, с Казанью, откуда он приехал, связи Пермяков не порывал. Оставаясь почетным членом Казанского губернского попечительства детских приютов, по представлению которого в декабре 1997-го получил чин титулярного советника. В 1901 году на улице Соборной вырос вот этот красивый двухэтажный особняк, построенный в стиле эклектики с элементами модерна по проекту архитектора Зеленко. А вскоре на нем появилась и красочная афиша Александра Пермяковой «Сыновья». Сыновья – это он, Сергей, а также его братья Андрей, Михаил, Николай и Павел. Трое из них занимались торговлей в Москве, где находилось центральное отделение торгового дома товарищества мануфактурной торговли Александра Пермяковой «Сыновья». А Сергей и Павел здесь, в Самаре. Причем Павел занимался хлебной торговлей, а для Сергея был выстроен вот этот магазин на Соборной улице. В ноябре 1907-го Сергей Ефремович женился. В то время ему было 49 лет. Его избранница была на 15 лет моложе мужа и служила учительницей рукоделия и надзирательницей в одной из самарских женских гимназий. Венчались они неподалеку отсюда, в Троицком соборе, который находился на пересечении нынешних улиц Галактионовской и Ленинградской. А вскоре Сергей Ефремович Пермяков стал отцом. Дочка Наташенька, радость, солнышко, говорил он ей по вечерам, склоняясь над кроваткой, чтобы поцеловать и перекрестить на ночь. Дочь он нежно любил, баловал, но всегда приучал жить никому не завидуя. Не смотри на тех, кто живет лучше, смотри на тех, кто живет хуже тебя. И дочь не завидовала. Она смотрела и думала. Два года спустя после женитьбы Пермяковы арендовали у купчихи Новокрещеновой дом на Саратовской улице, перестроенный в 1909 году в модном стиле модерн по проекту архитектора Кветковского. Фасад дома был украшен лепным декором в виде раскрытых головок цветов. На первом этаже находились хозяйственные помещения, а второй был жилым. В комнате с Эркером располагался будуар Ольги Александровны Пермяковой, по соседству с которым в кабинете сверху донизу набитым книгами проводил свободный от службы часы хозяин, когда эти часы у него были. В 1914 году городская управа и дума располагались вот в этом здании над Варянской, дорога к которому была уже давно и хорошо известна Сергею Ефремовичу Пермякову. С 1897 года и до сегодняшнего дня с небольшим перерывом в два или в три года он избирался гласным городской думы и принимал участие в решении многих дел Самары. Садовая комиссия, эпидемическая, театральная комиссия по сооружению городского водопровода и по благоустройству Самарской набережной. В марте 2014 Пермяков занял пост городского главы Самары. И первое, что он сделал, пригласил на ряд ответственных должностей, инициативных, способных людей. В затхлую атмосферу управского производства, писали газеты, проникла так давно ожидаемая свежая струя. А годы, когда Пермяков был головой Самары, не были одной сплошной сказкой. Летом 14-го началась Первая мировая война. И в город непрерывным потоком пошли эшелоны с ранеными. Нужно было организовывать в госпитале помощь семьям раненых и погибших. Дел было не в проворот, но не растерялись, справились. Открывали все новые и новые госпитали, содержание которых ложилось на плечи города. Пермяков сам лично делал огромные пожертвования, а в одном из госпиталей даже была палата его имени. А 31 марта 1915 года городской голова Сергей Ефремович Пермяков у Кафедрального собора вручал икону и знамя дружине самарских ополченцев, которые уходили на фронт. В 1916 году Пермяков сложил из себя обязанности городского головы и на некоторое время удалился из сферы общественной деятельности. Но вот от чего он не мог устраниться, так это от разнообразной работы, связанной с делами Самарского публичного музея, которым он заведовал в течение очень многих лет. Вплоть до октября 1917 года Сергей Ефремович оставался постоянным членом музейной комиссии и принимал активное участие в деятельности созданного по его инициативе музейного кружка. И в том же 1917 году им был сделан щедрый дар Обществу народных университетов, членом которого Пермяков был со дня его основания. Он выкупил на свои личные средства здание Театра Варьете Аквариум и передал его в пользование Самарского общества народных университетов. Сбылась давняя мечта деятелей народного просвещения иметь свой народный дом. Увы, исполниться этой мечте в полной мере помешали дальнейшие события. В октябре 1917 года, когда большевики взяли власть в Самаре в свои руки, квартира Пермяковых, которая занимала весь дом Новокрещеновой на Саратовской, приглянулась властям для какого-то учреждения. Узнав о том, что их собираются выселить, жена Пермякова пошла на прием к Куйбышеву. Куйбышев принял ее и подчеркнуто любезно произнес. «Понимаете, нас очень устраивает ваша квартира. Выберите любую другую, и мы предоставим ее вам взамен вашей». «Я уже выбрала», – ответила Ольга Александровна, – «вашу». Куйбышев усмехнулся. «Ну, хорошо, живите». В декабре потомственного почетного гражданина Самары Сергея Ефремовича Пермякова арестовали. Но тогда жена всеми правдами и неправдами добралась до Ленина и добилась, чтобы тот распорядился о его освобождении. И вот теперь они покидали этот дом, приглянувшийся властям. Свою художественную коллекцию Сергей Ефремович сам лично передал в музей. А ценнейшая библиотека в 30 тысяч томов вскоре перешла в распоряжение Самарского университета. В Самару Пермяковы больше не вернулись. Летом 18-го, возвращаясь из ежегодного летнего путешествия по Волге, они проплыли мимо Самары до Саратова. В Саратове Сергей Ефремович работал бухгалтером до самого выхода на пенсию в 29-м. А весной 30-го дочь Пермяковых перевезла их в подмосковную Малаховку, где ей удалось снять для родителей комнату. И в том же году Сергея Ефремовича не стало. Ибо годы прошли и столетия, и за горе, за муку, за стыд, поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит. С вами был Михаил Перепел. Редактор субтитров А.Семкин